Всем привет, меня зовут Маша, и я записываю это видео второй раз, потому что в первой версии у меня не записался звук. Зато смотрите, какое солнце. Сейчас покажу кадр из прошлой версии и кадр из этой. Ну, видимо, всё не зря. В общем, это обзор покупок за последнее время, мне кажется, любимая многими рубрика. Поехали. Первым делом покажу вот эту прекрасную голубую коробочку, в которой тянутся мои ручки. Я даже оделась в цвет неё. И это обувь из Эконики. У Эконики недавно произошёл очень классный, на мой взгляд, ребрендинг. Они поменяли логотип, позиционирование. У них поменялась концепция самих магазинов. Там теперь очень много места, пространства. Выглядят они современно, и там комфортно находиться. Консультанты ненавязчивые. При этом, если тебе действительно нужна помощь, они очень аккуратно, быстро тебе помогут, принесут там нужный размер, предложат чай, кофе, воду, что очень комфортно. В общем, теперь мне понравилось там находиться, как будто бы в бутике даже какого-то классного магазина. Так, что же я купила? Делаем анпакинг. Здесь тоже всё голубое. Красивое. И это вот такие красивые, достаточно классические, обычные чёрные лоферы. Ну, как классические, наверное, идут на более тонкой подошве. Я люблю всё-таки подошву потолще. Ещё такой каблучок. Маша и 33 приключения с петличкой. В общем, беспроводная у меня села, поэтому переключаемся на проводную и продолжаем. Прикольный момент ещё про иконику, которую я хотела рассказать, что я когда их мерила вчера, да, я их вчера купила, я сначала сомневалась, с чем их носить, стоит их брать или нет. И когда я сказала это консультанту, он вообще просто в одну секунду заходит, они ходят со своими планшетами такими небольшими, заходят на сайт иконики и нажимают на эту модель обуви, и внизу там открывается подборка образов, с чем можно носить эту обувь из одежды. То есть там джинсы, брюки, костюмы, шорты, платья, юбки. Очень много классных, причём, правда, классных стильных образов. И все мои сомнения развеялись, я их купила. Я потом пришла домой, зашла на сайт и думала, что эта опция доступна онлайн для всех, но нет, оказывается, это, видимо, какая-то их внутренняя база подборок, чтобы они сами ориентировались, ну и в случае каких-то сомнений, как в моём случае, показать клиенту. В общем, мне очень понравился такой подход, я довольна. Дальше пойдём по моим фэшн-новинкам. Купила себе в лайме платье, которое состоит из двух частей. Первая часть — это вот такое платье-футболка, видите, оно длинное, графитового цвета. Это размер XS. И сверху, на самом деле, было пришито... Вот это платье-комбинация прозрачная, оно было пришито только сверху в районе лямок, вот, видимо, как раз-таки, чтобы была возможность потом отпороть и носить, если что, эти вещи по отдельности. Очень, прям очень красивая комбинация, красивое кружево, и она вся расшита пайетками и бисером. Мне очень нравится. Да, это платье не по сезону, сейчас зима, но мы ездили в Таиланд, и я уже успела его поносить. Круто, что, да, это можно носить как вместе, так и по отдельности. Такую футболку я, наверное, вряд ли буду носить как самостоятельную вещь, но вот с комбинацией можно ещё что-нибудь попридумывать, попробовать надеть её сверху на джинсы, на какое-то другое платье. В общем, мне нравится. Это, знаете, когда бывает классная идея, но плохая реализация, особенно в случае масс-маркета, то в данном случае здесь и реализация такая прям на уровне. То есть качество и вид вот этой комбинации, на мой взгляд, прям очень крутой. И ещё одна необычная для меня находка в лайме, это топ, тоже расшитый бисером, такой топ-сетка. Понятно, что в Таиланде я носила его сверху на купальник, но вообще его можно надевать и сверху на подобного кроя майку, например, или крутая у меня была идея, на мой взгляд. Я носила, наоборот, этот топ как первый слой, то есть надевала его под белую рубашку и её скидывала на одно плечо. И тогда у меня этот топ немножко выглядывал из-под рубашки снизу, и видно было одну лямку. Мне кажется, это выглядит прям супер необычно, так многослойно. Мне очень понравилось это сочетание. В общем, не бойтесь таких прозрачных вещей, их не обязательно носить откровенно. Но если вас ничего не смущает, то можно носить, конечно, такой топ просто на какой-то лифт, минималистичный чёрный, или я вот надевала на купальник и носила в Таиланде этот топ вместе с вот этими огромными джинсами, очень крутыми. Я давно искала себе вот такие широченные и длинные-длинные джинсы, но которые при этом не будут сваливаться у меня с бёдер. И нашла их в бренде Yvonne, тоже российский бренд. Это размер XS. И здесь как раз-таки идеальное сочетание, что они держатся на бёдрах, то есть достаточно узкие здесь, но при этом широкие и по длине. Я их обрезала по своей ростовке, оставила здесь необработанный край, меня это не смущает. И у них классный цвет такой застиранный, то есть мне кажется, здесь прям идеально всё. Я нашла только один нюанс. Здесь по бокам с обеих сторон есть вот такие вот шлёвки, или как это называется. В общем, здесь пуговица и вот такой хлястик. И они не несут вообще никакой функции, только визуальную. И мне кажется, было бы классно, если бы они пришили здесь вторую пуговицу, и тогда можно было носить джинсы в стандартном виде на бёдрах, но ещё была бы опция их перестегнуть на пуговицу подальше, тогда у них бы размер подуменьшился с обеих сторон, и можно было бы их поднимать на талию. То есть было бы две опции, как носить джинсы пониже или повыше. Но тут такой функции нет. Вот такие кнопки перешить уже нельзя. Было бы прикольно, но да ладно, не доработали. Ещё, пока я готовилась к этому видео, я думала, ну неужели оно у меня будет всё такое эстетично красивое, и я не покажу никакой странной вещи, как я обычно это делаю с какими-нибудь отпаривателями или коробками, но потом вспомнила, что нет, всё-таки покупки для дома у меня недавно были, хоть и маленькие. Первое — это наборы маркеров на водной основе, которые стираются. Их в наборе четыре штуки. Я купила все чёрные, бывают цветные. У нас на холодильнике висит две доски магнитные с календарём на месяц. Календарь пустой, и я каждый месяц заполняю месяц, дни недели и отмечаю какие-то важные события, то есть какие-то встречи, дни рождения и так далее, чтобы видеть визуально их там каждое утро, охватывать таким общим мазком целый месяц. Нам дарили эти календари где-то года три назад с Тимом, то есть у нас два. Один Тимин, один мой. И удобно, что я вижу его расписание, он видит моё. И маркеры за эти три года уже закончились, которые шли в комплекте. Я вот нашла новые. Они здесь есть магнит, чтобы крепить к холодильнику, сверху губка, чтобы стирать текст. Ну и, собственно, сам маркер. Имейте в виду классная идея как подарка. Вот такая магнитная доска с маркерами, но только в случае, если холодильник не встроенный. И второй прикол, это я купила чёрные губки. У нас чёрная раковина на кухне. Я видела где-то в интернете картинки, как классно делают такой держатель для губок, который приклеивается к самой раковине внутри, так, чтобы у тебя визуально на столе эта губка рядом с раковиной не лежала. И плюсом ещё и нашла, купила вот чёрные губки, чтобы они вообще сливались с этой чёрной раковиной. Дальше для дома идут подарки. Мне подарили вот такую маленькую романтическую свечку. Запах персиковое вино. Очень необычный. И здесь фитиль из... Не знаю, как правильно называется. Из такой деревяшки. Она трещит при горении, как камин или костёр. Очень уютно. Подруга мне ещё подарила вот такую свечу. Она очень внимательно смотрит все мои видео. Заметила, что у меня на фоне догорают свечки. И решила мне подарить новую, которая гореть будет точно долго. Вот такой красивой и необычной формы. Но знаете, в чём прикол? У меня есть ровно такая же ваза. Прикольно, да? Выглядят вместе. Мне нравится. Свечка эта не пахнет, но она очень красивая визуально. И это ещё не всё. Ещё мне подарили вот такие подсвечники. И к ним, естественно, предусмотрительно ещё и свечки. Очень классные они с точки зрения, что они прозрачные, не отвлекают на себя внимание. И сюда как раз круто вставлять какие-то вот такие яркие или ещё какой-то необычной формы свечи. Плюс здесь есть вот такое блюдце, куда будет стекать весь парафин. И стол точно останется чистым. Вот у меня таких две. Одна стоит там. Эту туда тоже верну. Дальше давайте пройдёмся по украшениям. Ещё в лайме перед Новым годом я себе купила вот такой классный чокер. Меня зимой всегда тянет на что-нибудь сверкающее. Я хочу сочетать такой чокер с какими-то футболками, толстовками, с чем-то нестандартным по стилю. Но также это украшение круто смотрится и в вечерних образах. Я уже надевала его с чёрным приталенным жакетом, с зализанными волосами. И тогда образ получается такой нарядный, праздничный. В общем, крутой чокер. И ещё купила себе от бренда Омут. У них вот такая красивая коробка, которую я не планирую выкидывать. Плюс здесь на самой коробке очень удобно написаны правила ухода за украшениями, избегать контакта с водой, хранить отдельно в сухом месте, протирать фланелевой тряпочкой и проверять, нет ли аллергии на металл, потому что это не серебро. И само украшение вот в таком мешочке, я обычно в них храню все свои украшения, то есть каждое украшение в своём мешочке, чтобы они не царапались, не путались. И здесь вот такая вот крутая цепь. Мне очень нравится. У неё необычная застёжка вот здесь. люблю такие большие какие-то серебряные украшения, цепи. У меня от этого бренда это старая покупка, просто хочу показать. Есть ещё вот такая цепь, она тяжёленькая, в отличие от предыдущей. Здесь вот висят три смайлика. Прикольно. Их можно причём, на мой взгляд, как вместе надевать, чтобы был такой серьёзный обвес, так и по отдельности, по настроению. И здесь два подарка от Тима мне на Новый год. Первый это вот такая серебряная маленькая денежная жабка. Будет приносить мне деньги, успех и удачу. Это какая-то лимитированная была коллекция к Новому году. И ещё он мне подарил два кольца. Первое вот такое крупное кольцо Love. Издалека выглядит просто как необычное такое мятое кольцо. Но если присмотреться, то здесь написано Love. И у нас это будут парные кольца, потому что себе он купил такое же, только побольше. Но что круто, это классный подарок, потому что кольцо регулируется по размеру. Его можно будет, если что, ужать или расширить. Поэтому если присматриваетесь к украшениям в подарок, вот это классный вариант. И второе. Это, наверное, не кольцо. Я не знаю, как это назвать. Такой напальчник. Необычный, как будто такой серебряный коготь. Он ещё сгибается. На самом деле он не мешает движению рук. Но такая вещь уже для меня не повседневная. Но на какой-то выход, кажется, выглядит необычно и классно. И тут ещё малышка затерялась. Такой, это вообще каф на ухо, но я поняла, что их можно носить и как кольцо на фалангу. На мизинце отлично держится. Такой тоже в мятом серебре. Красивый каф. Каф вот сюда на ушко. Люблю такие штучки. Но зимой опасно носить, потому что может примерзнуть. Ещё из подарков. Мне подруга подарила вот такой красивущий вообще журнал. Называется Орнамент. У них есть уже несколько выпусков. Это выпуск про режиссёра Вэс Андерсон. И прикол этого журнала в том, что он весь полностью иллюстрированный. Здесь нет ни одной фотографии. Поэтому он мне, конечно, очень интересен и с визуальной точки зрения. Такой, как арт-бук. Но и плюс ещё и интересное чтение про режиссёра. Какие-то, не знаю. Я ещё не читала, наверное, какие-то факты про создание его культовых картин. Тоже необычный, на мой взгляд. И очень крутой подарок. Вот, Аня. Спасибо большое. Ещё у меня тут есть вторая пара обуви, которую я купила этой зимой. И это уги. На самом деле, это не уги. Это покупка с Алиэкспресс. Но есть вот такие вещи, которые, когда название бренда фиксируется за самой вещью. Это как есть с геркулесовой кашей. На самом деле, это овсяная каша, которая когда-то сама коробка, сам бренд назывался геркулесовая. И потом это ушло в народ. И теперь любую овсянку так называют. У меня в детстве так было с кириешками. Кириешками. Это сухарики. То есть, сам бренд называется кириешки. Мы потом любые вообще сухарики так называли. Ну и теперь это также происходит с кроксами, наверное, с угами. То есть, это другой бренд, но модель, которая делает вид, что это уги. Здесь нет никакого брендинга. Я вообще терпеть не могу уги. Они же были модные когда-то очень давно. и на самом деле не выходят, как будто бы. Ну, мне сложно сказать. Моды не выходят из обихода, остаются актуальными вообще из года в год эта модель. Но я ее вообще не принимаю. Для меня это обувь так же, как и кроксы. Для дачи, для природы. И, собственно, поэтому я решила их купить, попробовать, чтобы гулять с собакой, ездить куда-то на дачу или за город. Но так как не уверена, что эта модель приживется у меня, решила попробовать пока что не тратить на это много денег и заказать просто на Алиэкспресс. Выглядят они классно. Вот. Качество, не знаю, не могу сказать, мне не с чем сравнить, но вроде неплохое. Я их полностью обработала пропиткой от влаги. Еще, как видите, не носила. Один раз их всего лишь надевала. Честно скажу, мне было неудобно. Мне как-то непривычно, непонятно. Странная для меня обувь. Ну, посмотрим. Мы вот скоро поедем за город. Я думаю, попробую я еще раз в них походить. Я взяла себе специально на такой толстой подошве, чтобы избегать снег, влагу и грязь. По возможности, за счет толщины подошвы. Вот. Ну, такая укороченная модель, чтобы быстро накинуть, выбежать на улицу, не знаю, выкинуть мусор. В общем, какая-то такая история. Естественно, ну, для меня, лично для меня, я никого вообще не шимлю. Ну, для меня это не городская обувь все-таки. Ну, даю шанс. Ну, и вот так, аккуратно переходя от летней одежды в более теплый и все-таки актуальный и зимний, показываю вам свои обновки из верхней одежды. Это пуховик. Я, по-моему, его уже упоминала, потому что это подарок Тима мне на день рождения. Но, так как не было моего размера, мы его заказали, его долго шили, потом отправляли. В общем, он мне пришел только спустя, наверное, где-то месяц. Это бренд Fable, российский бренд. Это размер XS, но так как он унисекс, то есть, и для парней, и девушек, размера XS такая достаточно большая куртка, объемная. Здесь очень приятный, мягкий, тактильно, материал такой, мягонький, немножко шершавый, как будто его прям хочется трогать. Здесь на рукавах есть резинки, внизу пуховик с двух сторон затягивается. Он короткий, но чтобы не задувало. Капюшон отстегивается на замке. Подклад здесь обычный внутри. Что еще из интересного? Из интересного здесь магнитные кнопки, которых не видно визуально. Очень прикольная идея. Вот, ну такая более спортивная модель, на мой взгляд, больше для прогулок, кратка, поездок на дачу. Но пока я ждала этот пуховик, из-за того, что его долго шили, я случайно в магазине увидела и как следствие купила еще один, потому что он мне очень понравился. Это бренд Idol, новый российский бренд. Очень, кстати, классный, советую к нему присмотреться. Здесь тоже необычный материал, он такой матовый. Здесь нет в рукавах резинок, нет затяжек внизу, потому что модель сама по себе более классическая по стилю, так скажем. То есть этот пуховик уже можно сочетать с брюками, костюмами, платьями, юбками. И что необычное, что меня зацепило больше всего, я такого не видела ни разу. Он двубортный, двубортный пуховик. Вот пиджаки бывают однобортные, двубортные, и представляете, бывает такой пуховик. Здесь пуговицы обтянутые тоже тканью, как весь пуховик, очень красиво выглядит. Капюшон не отстегивается. Материал здесь подклада тоже обычный, но в карманах, в отличие от предыдущего, здесь флис, то есть на улице всегда будет тепло, руки в карман положить. Еще я тут случайно заметила, здесь просто вот так красиво, минималистично, в такой кармашек черный скрытые вот эти все бирочки, и по составу прошлый пуховик красный, это эко-пух, как сейчас любят называть, эко-мех, эко-кожа, эко-пух, ну, искусственный какой-то там наполнитель, то здесь пух-перо натуральный, и здесь так необычно, прикольно сделали вот они такую вставку, где визуально видно, чем наполнен пуховик. И красивый капюшон, он так по диагонали немножечко идет, в общем, мне очень нравится, плюс он теплый, очень удобно в этом пуховике, то есть куда-то, если в такси или дойти до машины быстро, ну, в общем, когда недолго ты провалишь на улице, удобно накидывать капюшон без шапки, потому что он очень теплый, прическа не портится, вот, я заценила, у меня давно вообще не было никаких курток с капюшоном, и я прям, боже, какое-то гениальное изобретение, еще и когда такой красивый. Ну, а на десерт я оставила вам черри капкейк, так называется бренд этого розового прекрасного костюма, брючного, здесь идут такие, сейчас покажу, брюки, красивый цвет, они легкие, они тоже не по сезону сейчас, но весной буду получать от них удовольствие. Здесь замок пуговица и дальше идет резинка, что очень удобно. Они достаточно широкие и идеально мне подходят по длине, знаете почему? Хотя это, кстати, размер М, потому что я их купила у Кати, у блогера, она увидела у нее в Телеграме, что она там распродавала свои вещи, а так как Катя примерно такого же роста, как и я, и она этот костюм ушивала по себе, в том числе по длине, я зная, что мы с ней одного роста, я такая, о, идеально, потому что я купила классный костюм, дешевле, чем в магазине, плюс сразу же сэкономила время и деньги на ателье, здесь все идеально подшито, мне идеальная длина. В общем, вот такие брюки и жакет. Внимательные зрители заметят, что я в нем уже появлялась на Ютубе, снимала видео, мне нравится, что он необычный, такой, не со стандартными длинными, вот этими лацканами, а такого необычного кроя, три пуговки, короткий, здесь подплечники есть, но сидит вообще идеально, хотя это тоже размер М, больше-меньше мне не нужен был бы. Классно носить это как костюмом, так и по отдельности, то есть этот жакет можно и с джинсами, и вот с этими серыми брюками, в которых я сегодня сижу, это у Шатава, я их уже вам показывала на канале, классно розовый с серым сочетается. На этом все, спасибо, что досмотрели меня до конца, это была самая сложная запись и длинная для меня вообще когда-либо из-за того, что я три раза перезаписывала звук, но неважно, пишите мне обязательно комментарии, оставляйте обратную связь, задавайте вопросы, я всегда отвечаю на все вопросы у меня на канале, и увидимся в следующих видео, всем пока-пока!